Жители восьми европейских стран сегодня испытывают не самые лучшие эмоции. Их исполнители провалились на втором полуфинале Евровидения. Причем, по мнению критиков, не совсем понятно почему. В финал вышли очередные десять участников. Камиль Фаткулин продолжает следить за всеми перипетиями в Стокгольме. Россия в этом полуфинале не пела, и болеть мы могли в первую очередь за белорусов. Тем более республику представлял питерский парень Александр Иванов. Под псевдонимом Айван. К сожалению, ни громкая промо-компания, ни голограммы, ни даже поддержка ведущих конкурса не помогли им пройти в финал. Белорусская делегация собирает вещи и возвращается домой. Фанаты заливаются слезами. Вы знаете, были слухи, что Айван собирается выступать на сцене полностью обнаженном и в окружении волков. Но, к сожалению, было решение, что это противоречит правилам. У нас было все. У нас был и номер, у нас была постановка. У нас был Виктор Яковлевич Дробыш. А также такая есть традиция, что Беларусь всегда в Скандинавии проходит финал. Мы четыре раза, когда конкурс был в 21 веке, были в финале. И сейчас почему-то это не сработало. Я не могу до сих пор понять, почему. Не может понять, что произошло и звезда 90-х, ирландец Ники Бирн. Он был известен как участник группы Westlife. У Бирна на арене была одна из самых визгливых фанатских поддержек. Залп и стрел ирландскими флагами. Эта армия фанатов тоже в печали. А теперь о победителях. Хотя в финал вышли 10 стран, и организаторы не говорили, кто собрал больше, голосов кто меньше, все равно ясно, фаворитки есть. Это Украина и Австралия. Если кто и сможет победить в финале Сергея Лазарева, это одна из них. Субтитры создавал DimaTorzok Я люблю Европу. Я очень благодарна всем, кто голосовал. Это такое облегчение. Я могу остаться здесь, мне нужно лететь 30 часов обратно в Австралию. Сегодня эти радостные финалисты снова придут в Глобан-арену репетировать. Завтра ведь в финал, и нужно как минимум три раза прогнать весь концерт от начала до конца. Вернется на сцену Сергей Лазарев, который два дня был свободен. В отличие от многих артистов Евровидения, с собой на арену он не будет брать талисмана или читать специальные молитвы и мантры. Выйдет, отработает и выиграет. По крайней мере, так говорят букмекеры, которые зафиксировали немыслимую ставку. Три к двум. Камиль Фаткулин, Заршакиров, Стокгольм, Швеция, Лайф.